Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 22 июля, Православная Церковь совершает память святителя Феодора, епископа Эдесского. Святитель Феодор, епископ Эдесский, родился в сирийском городе Эдесе. Вся жизнь святого угодника Божия была ярким свидетельством великих дел Божиих, прославляющего своих святых. В 20 лет, лишившись родителей и раздав свое имение нищим, он отправился в Иерусалим, где в лавре преподобного Савва Освященного принял постриг. Через 12 лет усердного иноческого послушания и 24 года полного затвора и великого воздержания Господь призвал мужественного подвижника к епископству, чтобы он светил миру. После смерти епископа Эдесе не нашлось преемника более достойного, чем Феодор, и по общему согласию антиохийского и иерусалимского патриархов, а также духовенства и мирян, этот дивный муж был избранного епископа. Нелегко было святому Феодору покидать свое безмолвие, но он покорился воле Божией и вступил в управление Эдесской церковью. Это произошло во время царствования греческого императора Михаила и матери его Феодоры. Во время совершения над преподобным Феодором епископской хератонии произошло великое чудо. Народ увидел белоснежного голубя, парившего под куполом храма, который затем опустился на главу поставляемого. Вступив в управление паствой, святитель Феодор отдал своему служению все свои духовные дарования. Он был образцом для верных в слове, в жизни, в любви, примером своей святой подвижнической жизни, наставлял врученную ему Богом паству на путь спасения. Много сил положил Феодор в борьбе с еретиками, твердой рукой ограждая церковь от соблазнов и разномыслия. Утешением и поддержкой святителю Феодору служило духовное общение с прозорливым старцем и столбником преподобным Феодосием, который подвязался недалеко от города, близ монастыря святого великомученика Георгия. С благословения старца святитель Феодор предпринял путешествие в Багдад к халифу Мавию с жалобой на несправедливое притеснение православных. Придя к Мавию, святитель нашел его тяжело больным. Призвав помощь Господа, святой епископ бросил в сосуд с водой немного земли от гроба Господня и дал халифу испить, и больной исцелился. Благодарный Мавий, расположившись к святому, с удовольствием слушал его поучения и, наконец, вместе с тремя приближенными принял святое крещение с именем Иоанн. Вскоре за открытое исповедание перед мусульманами своей веры во Христа халиф Иоанн был убит вместе со своими приближенными. Явившись во сне одновременно святителю Феодору и столбнику Феодосию, он поведал о том, что сподобился пострадать за Христа, причислен к лику мучеников и вскоре встретится с ними в Царстве Небесном. Это было указанием угоднику Божию, что кончина его приближается. Через три года, уединившись снова в лавре святого Савва Освященного, он мирно отошел ко Господу. Святитель Феодор Эдеский оставил христианам свои назидательные творения. Житие святителя Феодора Эдеского было излюбленным чтением на Руси в XVI-XVII веках и сохранилось во многих рукописях. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых священномученика Панкратия Тавроменийского епископа, преподобного Гавриила Афонского, настоятеля Афонского Ильинского скита, священномученика Кирилла, епископа Гартинского, преподобного мучеников Потермуфия, Коприя и мученика Александра, преподобных Потермуфия и Коприя, священномученика Константина Лебедева-Пресвитера, совершается празднование иконам Божией Матери Кипрско-Страмынско-Колоческо. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тизаимеництва. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето! Субтитры создавал DimaTorzok